Первый аят. . . Ну, как я часто говорю, периодически сталкиваемся с тем, что много что не замечаем. Не замечаем, насколько совершены наши кисти рук. То есть мы можем удивляться разрекламированным часам, ну, потому что… или красивой машине, в рекламу которой вложили миллионы долларов. Мы удивляемся красоте, дизайну, количеству лошадиных сил. Но многое то, что нас окружает – жены, мужья, дети, родители, небо, земля, ну и все то бесконечное, что Всевышний человеку предоставляет время, силы, энергии. Даже о здоровье люблю читать книги. Наш организм – это что-то вообще невероятное. Я не… я думаю, специалисты даже мало кто знает все эти названия. Такие клетки, сякие клетки, клетки-киллеры, какие-то защиты у нас на уровне слюны, на уровне всей этой слизистой оболочки дыхательных путей. Столько самых разных защита, защита, защита иммунной системы. Здесь так, тут так, тут так. Вообще поражаешься. И в природе, опять же, воздух, вода, спорт, правильное питание – столько всего, что укрепляет нашу иммунную систему, делает ее еще более совершенной. Потому что нас постоянно из десятилетия в десятилетие пугают тем, что такие вирусы, сякие вирусы, еще что-то вирусы, такие диеты, сякие диеты. А на самом деле, при правильном использовании тех благ, которые Всевышний нам дает, ну, жизнь становится все краше, осознавая это, становится еще интереснее. И коранические аяты в том числе. Если смотреть очень сухо черно-белом каком-то старом ламповом, через ламповый какой-то телевизор своего очень узкого мышления, то да, вот там это ширк, это не ширк, это ширк, это не ширк. И так ничего особого там, история такая, с таким пророком, история сякая. Вот ад, вот рай и ничего особенного, вроде как. Соглашусь, вера, она дает человеку возможность даже простым вещам удивляться в аятах и в хадисах, но все-таки с учетом того, что нам людям даны мозги, которые нужно уметь включать. Дана жизнь со всем своим разнообразием, жизненный опыт. Поэтому в том числе и аяты с годами, все с большей эрудированностью, знаниями, опытом мы начинаем понимать все лучше. Надеюсь. То есть обычно наша задача, по крайней мере в моих проповедях, это именно раскрытие смысла аята, смысла хадиса, чтобы они из книг переходили в нашу повседневную жизнь, работали во благо человека, земное и вечное. Вот этот аят, он сам по себе вроде как прост, ничего такого особенного. . То есть, ну, здесь в квадратных скобках я все время поставил. Народ, вдумайтесь, помимо Бога вы поклоняетесь идолам. Здесь пояснение в квадратных скобках, которое часто упоминается в других аятах. То есть идолам, которые пользы вам не приносят, вреда не причиняют. . И вершите, вы явно ложное и греховное. Ну, здесь квадратных пояснений. . Вроде как все понятно. Но даже интересно. Я как раз фотографию этой странички, когда помечал здесь некоторые вещи карандашом, в Инстаграм утром повесил, написал «готовлюсь». И вот один подписчик спрашивает, а что такое идолы? Ну, например, говорит, вот есть актеры известные, у которых там миллионы подписчиков, есть какие-то певцы, у которых там миллионы фанатов. А вот они идолы или нет? Это спрашивает обычный современный человек. Обычный человек Интернета, Инстаграм. Ну, современный. Он говорит, а вот такой-то футболист, к примеру. У него там десять миллионов подписчиков. Или такой-то боец там смешанных единоборств. Я специально именно это добавлю, чтобы люди сразу не думали. Именно вот там кяферы. А есть мусульмане, у него там пятнадцать миллионов подписчиков. Или там какая-нибудь актриса, пять миллионов подписчиков. Вот, молодец. Ты смотри. Молодец. В том-то и дело, что очень часто среди мусульман можно услышать, что вот обожествление, не создай себе кумира. Это в Библии, может, написано, но не в Куране, да? То есть в Куране есть понятие уважение к этому, уважение к этому, уважение к этому, понятие уважение. А поклоняться здесь идет . Вы поклоняетесь. То есть вы молитесь на что-то, у чего-то просите. У того же самого актера, футболиста или бойца смешанных единоборств. Что-то молятся на них, просят у них? Я не встречал, я не знаю. Ну, интересуются, как они там дерутся, как они питаются, как они, не знаю, смотрят за своей кожей. Люди просто интересуются, смотрят, видят, что у них хорошо драться получается, видят, что у них, не знаю, кожа молодая, да? Или у них, не знаю, еще что-то хорошее. То есть какие-то навыки в чем-то. И они просто, эти фишки, стараются люди себе применить. Но они же не молятся на них, у них ни о чем не просят. Вот этот нюанс, на самом деле, распространенная ошибка. Распространенная. Этот подписчик не зря он или она спросили о том, что вот это идолопоклонство или нет. С точки зрения мусульманских кто-то там что-то додумает, какой-нибудь там с туннельным мышлением, не вопрос там. Это его додумывание. Но если смотреть с точки зрения Корана, хадисов и практики жизни, то здесь идолопоклонства нет. Если ты берешь какую-то полезную информацию, какую-то полезную фишку в том или ином. Мудрость – это то, в поиске чего верующий находится постоянно. Он это ищет. Что-то полезное в этом. У кого-то тренировки интересные. У кого-то питание интересное. У кого-то еще что-то. Тот или иной аят. Хадис. Медицина. Самое разное. Космос. Что угодно. Человек ищет ту или иную мудрость, тем более человек верующий. Мудрость, она как раз подпитывает на нашу веру и наш интеллект и нашу жизнь. Но здесь есть другой нюанс, когда я об этом задумался с учетом этого вопроса. Например, бывал порой в конце 90-х побывал в одном из регионов. В том же Самбре. На Кавказе. В Дагестане. Произошел, когда на одной из кладбищ, думаю, господи, ну и кладбище. То есть мусульманское кладбище. Так оно какое-то, я не знаю, кто это был или нет, там столько всяких, какие-то вещи завязаны. Причем в таком количестве. Тряпки. Тут тряпки, там тряпки. В большом, в очень большом количестве. То есть там шапки, какие-то мавзолеи. Ну, я не знаю, опять же, лично не сталкивался, но говорят. Человек приходит, там Курбан режет, что-то просит у шейха. И этому при желании, при желании можно запретить музыку, додумывая. При желании можно сказать, что борода обязательно, без этого ты не мусульманин. При желании. И при желании можно обосновать, что проси у такого-то шейха, ты будешь ближе к Богу. И это тоже есть. Но это уже не аяты и не хадисы. Это уже трактовки людей. И, конечно же, когда человек у кого-то просит помимо Бога, здесь вот возникает проблема, да. Проблема. То есть, если человек просит у кого-то о помощи в том или ином, кроме Бога, здесь уже проблема, да, однозначно. Хорошо. Но я в этом аяте хотел обратить внимание не на эту часть. Это просто из-за того, что человек спросил подписчика, я его прокомментировал. Дальше в аяте идет. . То есть подчеркивается, поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Бога, то есть молите их о том или ином. Поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Бога, Аллаха, Бога, Господа. Они не владеют уделом для вас. То есть они не в состоянии вам что-то дать. . То есть у них какого-то владения в том, что они могут вам предоставить, просто-напросто нет. Как раз далее идет та часть, которую я хотел прокомментировать. . То есть я здесь даже поставил это под номером один. . Значит, до этого было сказано, что все, что вы можете обозжествить именно, на что молиться, чему поклоняться, помимо Всевышнего, Аллаха, Бога, Господа, оно не владеет чем-либо, что могло бы вам предоставить. Хорошо. Далее идет . Вот это вот ибтига, мы в прошлый раз даже цитировали, этот глагол часто встречается. То есть ибтига стремится, как просить, требовать, устремляться к чему-то. То есть . То есть стремитесь, да, получить удел от Всевышнего. . Обычно как это понимают? То есть стремитесь, в смысле просите, в смысле, чуть ли не требуете, удел от Всевышнего. . Если я все время перевел. Молите Всевышнего об уделе. То есть как это обычно понимают? Ибтигу, вот стремитесь, да, молитесь в Всевышнем об уделе. Стремитесь к этому. Обычно подразумевают саму молитву. Не более того. То есть вот в этом аяте увидеть учебу в поте лица, работу с трудностями, сложностями, карьеру. Нет. Вот помолись, тебе Всевышний даст. Обычно же так понимают, но большинство так понимает. То есть действия, ну, человек говорит, вот я пять намазов совершаю. Я таких много встречал, я не знаю, если вы не встречали. И в девяностых, и сейчас. То есть для них вот, я там вовремя намаз совершаю, вот, разудержу. Вот там, съем и дауд, как дауд постился через день, соблюдай пост. То есть, как бы, ну, человек через эти действия, он в любом случае духовно становится ближе к Богу. Но в то же время вы смотрите, что он где-то так чуть-чуть озирается на более богатого старшего брата, более богатого дядю, более богатого соседа, более богатого еще кого-то. И смотришь, ну, чтобы тот ему что-то там… Он же много молится, постится. Получается, как-то не у того просишь в итоге. Вроде как у Всевышнего, а смотришь на старшего брата, который богатый, ты, как бы, ну, вот ему намек делаешь, что вот мне вот это нужно, а мне вот это нужно. Поэтому очень важно, даже здесь я специально на полях написал, сейчас с карандашом утром. Большинство слышит в этом лишь молитву дуа. Да. Хотя здесь очень много учебы, самодисциплины и кропотливого труда. . Ну, в том числе, как бы, люди порой и говорят. Да, то есть, когда в хадисе сказано, что удел, с рождением человека удел определен. И люди думают, о, его все равно не изменить. Что? Просто молиться можно, поститься, и все равно удел к тебе придет. Да, послушайте, ну, так же нельзя, ну, совсем же деревянные мозги не могут быть. В Коране постоянно говорится – стремитесь, стремитесь, просите, стремитесь, трудитесь, прикладывайте максимальные усилия. А что ж тогда вот по поводу того удела скажут, Шамиль? А что по поводу него, который, когда человек родился, удел определен, это что? Это всезнание Всевышнего. Не предопределение. Предопределение – слово востоковическое. Я его вообще не люблю. Это всезнание Всевышнего. Он знает, Всевышний, изначально, этот будет лентяй-пиздельник, у него удел like вот такой. Этот будет трудяга, у него удел вот такой. Этот будет трудяга плюс гуляка, у него, опять же, весь свой удел спустят в унитаз. То есть. Всевышний просто изначально знает – Кто, Что, Как себя поведет, к чему будет стремиться, чего добьется, что преодолеет. Для Всевышнего не нужно, как нам прожить десять лет, чтобы узнать, что будет через десять лет. Это нам нужно десять лет трудиться, 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 и потом понять, все-таки мы в том направлении двигались или не в том. А ему не нужно. И так понятно. Изначально известно. Вот и все. Поэтому это и написано. Но это не говорит, что это неизменяемо. Потому что человек свой удел он формирует в режиме настоящего времени. Из своих молитвы, учебы, труда, самодисциплины и так далее. Поэтому здесь и говорится – у чего-то не просите. А вот у Всевышнего ибтагу, причем ибтагу – это именно глагол «стремитесь». То есть именно «стремитесь», в нем много усилий. У Всевышнего тем самым как бы и просите своим трудом – учебой, дисциплиной, молитвой, религиозной практикой. Просите риск удела. Но дальше вторым идет «уабуду», чтобы человек не потерялся в поиске удела, целыми днями не стал работать. «уабуду» – поклоняйтесь Всевышнему. Это, как сейчас постоянно говорят – нужно уметь останавливаться. Нужно уметь останавливаться, иначе крыша съедет. А у нас всегда мы умели останавливаться, мусульмане. Мы останавливаемся пять раз в сутки. Даже если мы супер как-то не успеваем, ну, как минимум три раза, если объединяем. Но, в любом случае, останавливаемся, успокаиваемся, молимся, а потом уже дальше движемся. Здесь как раз идет «уабуду». То есть первое – стремитесь к уделу, прося Его Всевышнего. Второе – «уабуду» – поклоняйтесь Ему, то есть Богу. Ему поклоняйтесь. Преклоняйтесь. И будьте Ему благодарны. Ну, по благодарности я очень много говорил и постоянно говорю. И будьте Ему благодарны. То есть замечать, отмечать, слышать себя, прислушиваться к себе. Обычно мы, люди, неблагодарны. Потому что погода не такая, жена не такая, муж не такой, дети не такие, там, не знаю, ручка не такая, бумага не такая. Ну, все не такое. Это не такое. Ковер не такой. Воздух не такой. Рука не слушается, нога не слушается, тут болит, там болит. И постоянно человек недоволен. То есть найдет всегда причины. С одной стороны, да, стремиться, чтобы удел твой наращивался и приумножался. С другой стороны, не забывайте поклоняться, понимать, кому ты поклоняешься? Всевышнему. И быть благодарным Ему, Всевышнему. То есть всегда есть за что благодарить. Всегда. Просто всегда и всегда и всегда. То есть это очень важно. То есть, да, милость Всевышнего. Я так вроде натренировался. Тут ударишься, там ударишься, тут порежешься, там порежешься. Но когда порежешься, основная проблема – это что? Ну да, самовение в обычной сложности. То есть у ханафитов, у шафиитов, то хоть целый сапог этой крови, абсолютно неважно, амовение нарушается. У ханафитов есть этот момент. То есть просто там разные хадисы по этой тематике. Вот как бы единственное. И то, как бы важно как можно быстрее быть благодарным. Да, вчера в последний момент уже уставший, поздно уже свою таблетку выпил и рядом стояла стеклянная штука, которую постоянно замечаю. Думаю, вот стекло такое тонкое, оно случайно задевает, падает. Это такие мелкие-мелкие-мелкие стекляшки. Опять же нужно быть благодарным. Ну, в моем случае, как раз один из средних сыновей не спал еще. Я говорю, слышу, здесь как раз работа прибавилась перед сном. То есть самых разных ситуаций, даже совсем некомфортных, благодарность. Нужно над этим постоянно работать. Потому что я очень натренировал свой мозг за многие годы. Мне даже, когда не то, чтобы я, кто-то другой рядом со мной проявляет неблагодарность, в тональности даже. Нет. Так мой мозг сразу это замечает. То есть тональность не та. Неблагодарность. Это плохо. Но аят 17-ый завершается тем, что к нему вы вернетесь. Все в итоге будет достаточно просто. Вы к нему вернетесь. Вот и все. И вот, кстати, . Я специально здесь пометил себе. То есть молите Всевышнего об уделе. Ризк имеется в виду именно мирские блага. Просите его об этом можно, стремитесь к этому. Ну, здесь в комментариях пояснения сами почитайте. И вот я здесь специально на полях карандашом написал. Странно, что многие стесняются просить о мирском. Вот в Инстаграм у меня периодически спрашивают. Вот мне неудобно просить о мирском. Вот мне неудобно просить о мирском. Вообще непонятно. Как это? То есть, по сути дела, твоя религиозность, твое поклонение Всевышнему, твоя молитва, ну, она, в общем-то, должна состоять из мирского и вечного. И здесь абсолютно ничего такого предосудительного и плохого в этом нет. Просто нет. То есть, почему люди стесняются, потому, даже в Коране многократно говорится, и в хадисах говорится, и сам Пророк, аля Иисус, обращался с молитвой ко Всевышнему и касательно земного, и касательно вечного. У кого нам просить, если не у Него Всевышнего и что здесь стесняться?